Роман Сергеев.ком Самые яркие идеи из лучших книг по бизнесу, психологии и личной эффективности. Бернард Рос. Привычка достигать. Как применять дизайн мышления для достижения целей, которые казались вам невозможными. Мышление большинства успешных дизайнеров и их подходы к решению проблем существенно отличаются от мышления обычных людей. Это книга о том, как применять инструменты дизайн мышления для достижения в собственной жизни целей, которые раньше казались невозможными. Дизайн мышления – это набор принципов, которые Бернард Рос со своей командой разработал для эффективного решения самых разных дизайнерских проблем. А у дизайнеров много проблем. Как сделать более приятным время ожидания при входе в популярный парк развлечений, как содержать в чистоте дороги, как улучшить качество знакомств через социальные сети. В этой книге Бернард Рос делится историями, рекомендациями, упражнениями и идеями, которые помогут вам справиться с жизненными вызовами и реализовать свои цели. Это книга о том, как мыслить креативно и реализовать все свои жизненные амбиции. Прочитайте ее, и вы поймете, почему Берни считают одним из самых креативных современных мыслителей. Тим Браун, автор книги «Дизайн мышления в бизнесе». Кто написал книгу? Бернард Рос, профессор инженерных наук, основатель легендарной школы дизайна Дискул в Стэнфорде, один из ведущих экспертов по кинематике и робототехнике. Защитил степень доктора философии в Колумбийском университете. Кому следует прочитать это саммаре? Всем, кто хочет научиться действовать, а не мечтать. Всем, кто хочет успевать больше и делать работу качественнее. Всем, кто страдает прокрастинацией, откладыванием важных дел и срочных дел на потом. Введение Научитесь успешно добиваться своих целей, при этом эффективно используя свои возможности. У некоторых людей есть как будто сверхъестественная способность доводить до конца начатые дела и воплотить задуманные планы в жизнь. В чем их секрет? Может быть это просто гены? Никакого секрета нет. И гены здесь ни при чем. Любой может научиться быть успешным. Препятствия на пути к достижению цели часто служат оправданием и причинами, почему мы что-то бросаем. Но самое плохое заключается в том, что они мешают изменить реальную проблему, наше поведение. Ведь на самом деле эти препятствия существуют только в нашей голове. Наш мозг сложно устроен и работая вместе с эго, часто саботирует наши лучшие намерения. Но вы можете жить осознанно и создавать привычки, меняющие жизнь к лучшему. В следующих инсайтах вы узнаете, почему неудачи необходимы для достижения успеха, как принимать важные решения, как и зачем научиться менять свое представление о себе, людях и событиях. Инсайт первый. Используйте свою энергию и действуйте, чтобы уничтожить разрыв между тем, чем вы занимаетесь, и тем, чем вы хотите заниматься. Каждый может стать человеком, который всегда добивается своего. Но для этого сначала вам надо просто научиться действовать. Подумайте о том, как много людей мечтают открыть свою собственную компанию, но в конечном счете работают на кого-то другого. Поэтому очень важно научиться ликвидировать этот разрыв между тем, что вы хотите делать, и тем, что вы на самом деле делаете. Есть фундаментальное различие между попыткой что-то сделать и тем, чтобы взять и сделать это. Бернард Рос, автор книги, обычно демонстрирует это на своих студентах. Он просит студента забрать у него бутылку, которую он держит в руках. Студент пытается вытащить ее, но Рос только усиливает хватку, и у студента ничего не получается. В этом случае студент не действует быстро, он использует силу, а не энергию. А если бы он, вместо того, чтобы пытаться, подошел и сделал это, у Роса не было бы времени противостоять ему. На самом деле, единственное препятствие на пути к вашим целям – это вы сами. Все остальное лишь предлоги или нехватка воображения. Все просто. Если вас не устраивает что-то в вашей жизни, вы можете это изменить. Ведь жизнь – это постоянное решение проблем. Но в этом нет ничего плохого, даже наоборот. Проблемы – это возможность чему-то научиться и двигаться дальше. Ведь только научившись использовать проблемы в своих интересах, вы сможете быстро и эффективно достигать своих целей. Наиболее ценный опыт – это неудача. И вы можете терпеть ее много раз, пока не найдете верный путь к своей цели. Неудач не нужно бояться или стыдиться. Единственного, чего следует опасаться – это неумение учиться на своих ошибках. Практически все истории успеха начинаются с большой неудачи. Даже Опра Уинфри, американская телеведущая, которая в 2009 году стала самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе, была уволена со своего первого места работы, где она начала свою карьеру телеведущей. Но эта неудача не остановила ее, а наоборот – дала энергию к действию. Конечно, для большинства из нас самое сложное – это замотивировать себя. Школьная программа помогает нам встретиться с хорошими оценками, но в реальной жизни все работает по-другому. Здесь нет оценок, и мы должны работать над собой самостоятельно и учиться поддерживать мотивацию внутри себя. Когда что-то становится для вас абсолютным приоритетом, вы должны хотеть и уметь отрешиться от всего, что стоит на вашем пути к нему. Бернард Рос Инсайт второй Чтобы приобрести привычку достигать, прекратите вешать на все ярлыки и будьте готовы увидеть события, себя или других людей в другом свете. Мы придаем смысл всему. Независимо от того, думаем ли мы о некомпетентном начальнике или о покупке новой квартиры, мы склонны забывать, что наше восприятие субъективно. Наша оценка других людей и событий в жизни зависит от того, под каким углом мы на это смотрим. Например, ваш некомпетентный начальник завтра утром может поразить вас новым прорывным проектом. Поэтому и у вас также есть большие перспективы. Постарайтесь снять с себя, своих близких, друзей, коллег и знакомых привычные ярлыки, которые вы на всех развесили, замечая лишь самое очевидное. Вам нужно отвлечься и постараться обесценить себя, окружающих вас людей, свои мысли и события в жизни. После этого постарайтесь по-новому все воспринять, вложив новый смысл. Ни у кого нет оценок всех ваших успехов и неудач, только вы сами вкладываете в это какой-то смысл. И любое событие станет неудачей, только если вы его так назовете. Автор книги приводит пример двух своих друзей, которым поставили диагноз «болезнь Альцгеймера». Семья первого пациента после первых приступов страха приняла решение пройти этот путь в любви и согласии, несмотря на болезнь. И они всегда с нетерпением ждали посещения своего родственника. Другая семья чувствовала себя постоянно жертвой ужасной судьбы и была поглощена горем, а посещение их родственника было болезненным и некомфортным для них. Как вы видите, то, какое значение придали болезни эти две семьи, оказало огромное влияние на опыт, который они пережили. Вы можете обрести привычку достигать, только прекратив развешивать ярлыки и научившись менять свои взгляды. Зачастую ярлыки мешают достижению ваших целей. Представьте, что вы потеряли работу. Если вы начнете считать себя неудачником по жизни, то этот ярлык, кроме дополнительных сложностей, ничего хорошего в вашу жизнь не принесет. Инсайт третий. Искореняйте оправдания, принимайте решения, допускайте ошибки и идите вперед. У нас всегда есть оправдания для всего. Представьте, что утром вы помогли старушке подняться на эскалаторе. Затем в этот же день был розыгрыш приза, и вы его выиграли. Возможно, в этом случае вы сказали бы себе, что вы были вознаграждены за добрый поступок. Но на самом деле ваше поведение не имело к этому никакого отношения, и эти два события никак между собой не связаны. На рациональном уровне вы все это понимаете. Но когда вы опаздываете на встречу, вы, скорее всего, будете искать какую-то внешнюю причину. Например, этот вечный ремонт дорог, из-за которых образуются пробки. А люди, такие как вы, из-за этого опаздывают на встречи. Но на самом деле вы знали о пробках, а опаздываете только потому, что неправильно расставили приоритеты и рассчитали время. Проблема в том, что перекладывание своих ошибок на внешние обстоятельства не позволяет вам влиять на них и, как следствие, не позволяет вам принимать решения и менять свое поведение. Принимать решения иногда бывает крайне сложно. В этих случаях хорошо помогает пистолетный тест. Если есть какое-то большое решение, которое нужно принимать, напишите все плюсы и минусы каждого варианта, а затем дайте себе 15 секунд для принятия решения. Для усиления эффекта в этот момент можете сложить пальцы в форме пистолета и поднести к своему виску. Этот быстрый метод срабатывает, потому что, скорее всего, вы уже решили, просто не хотите его совершать. А дополнительные рассуждения не помогут в принятии решения, а только сильнее вас запутают, поэтому лучше принять решение и двигаться вперед. Другой вариант принятия решения – это использовать метод путешествия по жизни. Представьте, что решение принято, и спрашивайте себя, «А что будет потом?» Отвечая на этот вопрос, вы, скорее всего, выложите типичный жизненный путь, который движется в одном направлении – жена, квартира, дети, ну а потом старость и смерть. Но всех последствий вашего выбора вы не сможете предвидеть. Поняв, что большинство наших решений не имеют для нас жизненного значения, мы сможем принимать их без лишних стрессов. Вот почему вы должны выработать привычку склоняться к действиям и допускать неудачи. Не перекладывайте вину на других и не ищите оправданий, чтобы объяснить свое поведение или придать ему налет рациональности. Даже если оправдания помогут выпутаться из трудностей сейчас, в долгосрочной перспективе они контрпродуктивны. Бернард Рос Инсайт четвертый. Лучший способ решить проблему – задавать себе правильные вопросы и изменить свою точку зрения. Для достижения желанных целей нам все время чего-то не хватает. Денег, нужных людей или чего-то еще. Но, как мы поняли из прошлых инсайтов, лучший способ преодолеть препятствия – это изменить нашу точку зрения на них. Конечно, чтобы сработал следующий способ, вы должны иметь дело с реальной проблемой. Задумайтесь над тем, что именно вас беспокоит, а затем подумайте, какую проблему вы пытаетесь решить. Предположим, вы очень хотите найти спутника жизни, но возможно ли такое, что на самом деле то, что вы ищете – это общение, а найти спутника в этой ситуации просто кажется самым простым способом? При определении истинного характера проблемы поиск ее решения может показаться вполне логичным следующим шагом. Но не торопитесь. Попробуйте перефразировать ее, чтобы постараться определить реальную проблему. Например, студент автора книги жаловался, что он не может нормально выспаться из-за того, что у него сломана кровать. Он пытался починить кровать, используя один способ за другим. Но все были неудачны. Затем студент спросил себя, чего я действительно хочу – восстановить эту кровать или выспаться. Единственное, его истинная проблема была нормально выспаться, и он решил ее просто, купив новую кровать. То, каким языком мы описываем обстоятельства, которые встречаются на нашем пути, определяет многое. Изменив что-то в описании, вы можете получить проблемы, которых на самом деле нет. Это часто заметно в ситуациях, когда мы вместо союза «и» ставим союз «но». Например, вы можете сказать, «Я хочу пойти в кино, но мне нужно работать». У вас было достаточно времени на оба занятия, но этим союзом вы создали себе конфликт, который мозг будет автоматически пытаться решить. Вместо этого вы могли бы произнести фразу «Я хочу пойти в кино, и мне нужно работать». Это был простой пример, но бывают примеры из более серьезных жизненных ситуаций. Стажировка за рубежом, открытие своего дела или совместная жизнь с любимым человеком. Задавая себе правильные вопросы и описывая правильным языком ситуацию, вы будете правильно воспринимать информацию. Ведь когда что-то хотите сделать, вы будете замотивированы гораздо сильнее, чем когда должны что-то делать. Как только мы осознаем стоящую перед нами проблему, мы часто бросаемся с головой в ее решение, а лучше сначала переосмыслить ее. Бернард Рос Инсайт пятый. Для достижения результатов научитесь работать в команде, научитесь учиться у других и делиться своими знаниями. Скорее всего, в одиночку вам не получится добиться выдающихся результатов, поэтому вам понадобится помощь. Лучше всего окружать себя людьми, у которых есть достижения, которые сочетаются с вашими целями. Вам не обязательно повторять их путь, но вы можете учиться у них. Не фокусируйтесь только на их положительных качествах. Обращать внимание на отрицательные может быть также очень продуктивно. Рассмотрим Махатма Ганди. Тот факт, что он не был очень хорошим отцом для своих детей, уменьшает ли значимость его учений жизненного примера? Говорят, что его жена и сыновья никогда не чувствовали его заботу. Вы можете рассматривать Ганди в качестве примера учителя, на которого стоит равняться, а его личную жизнь как пример того, чего вы точно не хотите для себя. Не воспринимайте наставничество как панацею от всего. Учитесь у всех понемногу. А еще лучше делитесь опытом и идеями с другими и ищите настоящую дружбу. Дело в том, что если вы хотите иметь полноценную жизнь, ищите истинные человеческие отношения вместо того, чтобы использовать людей для достижения своих целей. Познакомьтесь с людьми вокруг вас. К тому же нет никаких оснований для яростной защиты своих ресурсов и идей. Делитесь своими знаниями с другими. К сожалению, деловой мир часто далек от сотрудничества и творчества. Но вы можете преодолеть эти нормы, изменив физические условия в команде. Например, можно начать избавляться от иерархической организационной структуры и создавать плоскую модель, когда каждый сотрудник команды участвует в ее судьбе. Создавайте пространство для игры, даже во время серьезной конференции. Все эти шаги сделают конечный результат лучше для всех участников. Вы также можете использовать конструктивную критику для поддержки и улучшения работы вашей команды. Для этого используйте метод «Мне нравится, я хотел бы». Это означает, что если вам нужно дать обратную связь, сначала перечисляйте то, что вам действительно понравилось в работе другого, а затем без «но». Добавляйте что-то, что вы хотели бы улучшить. Инсайт шестой. Только вы являетесь автором истории своей жизни. Начните становиться тем, кем вы хотите. Действуйте. Что вы думаете о себе? Вы готовы идти на риск? У вас есть привычка достигать поставленных целей? Если вы будете воспринимать себя таким, вы будете готовы к активным действиям, будете использовать необходимые возможности и будете добиваться того, чего хотите. Причины этого уходят в наше детство, когда мы строили свой образ на основании того, что рассказывали наши родители и учителя. Но во взрослой жизни для нас становится по-настоящему важно владеть своей самооценкой. Чтобы понять разницу между тем, как вы себя воспринимаете, и тем, как это делают другие, попросите пятерых друзей записать пять прилагательных, которые охарактеризуют вас. Сравните их ответы со списком. Что отличается? А что общее? Скорее всего, после этого вы задумаетесь над точностью своей самооценки. Но важно здесь другое. То, как вы себя ощущаете, полностью влияет на то, какой вы, что вы делаете и как вы реагируете на разные обстоятельства. Также важно понимать ваши истинные цели и стремления. Чего вы хотите достичь? Спросите себя, Что вы будете делать, если вам останется жить только 10 минут? А 10 часов? 10 дней? 10 лет? Это поможет вам понять, чего вы действительно хотите. Определение ваших жизненных целей – это сложный процесс. Вам нужно мыслить широко, чтобы понять, чего вы хотите от жизни. И нет необходимости слепо следовать только одному пути. Не просто начать двигаться по непротоптанной дороге, особенно когда семья и общество ожидают от вас чего-то другого. Но не позволяйте им удерживать вас. Неудачи будут на любом пути, какой бы вы ни выбрали. Поэтому действуйте. Помните, вы всегда можете оставить дело, которым в настоящее время занимаетесь, если оно перестает иметь смысл. Чтобы убедиться, что вы на правильном пути, просто продолжайте себя спрашивать. Кто я? И чего я действительно хочу? Теперь вы готовы взять под контроль свою жизнь и начать достигать своих целей. Время бесплодных размышлений прошло. Все, действуйте. Итог. Основная идея книги. Помните, не существует неудачников или счастливчиков. Неудача – это ценный опыт, а любая проблема открывает новые возможности. Избавляйтесь от ярлыков. Начните получать то, что хотите. Переосмыслите свои цели и препятствия, которые, как вы считаете, находятся на вашем пути. И начните уже действовать. Вы только что прослушали саммари на книгу Бернарда Росса «Привычка достигать». Как применять дизайн мышления для достижения целей, которые казались вам невозможными. Следите за новостями на нашем сайте romansergeev.com, в Ютубе, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме или в Телеграме romansergeev.com. Заходите, подписывайтесь и комментируйте. Мы стараемся для вас и всегда рады обратной связи. romansergeev.com Самые яркие идеи из лучших книг по бизнесу, психологии и личной эффективности.